Продолжение следует... Продолжение следует... Я знаю, что в романе и в рассказах часто смерть предстает на полаганном образе, но тем не менее это по-настоящему трагическое событие, и когда все это вместе складывается, это выглядит трагично, но трагиканизм в этом все равно присутствует... Замечательно, замечательно. Мне понравилась эта фраза, подносит покой и радость. Дорогие друзья, в течение нескольких дней у меня совершенный душевный покой и радость, потому что я прочитал книгу, приложение, альбом Влада Трошенко, который сегодня в студии. Ну вот, кстати, когда давай вернемся к книге, потому что мы поговорили, буквально зацепили, я сказал, мы еще поговорим о доме, это очень важная тема, потому что дом в твоем произведении... Ну давай сначала зачитаю, мне нравится этот момент. Поборов страх, она свернула в ту арку, быстро миновала несколько небольших комнат и распахнув полуприкрытые створки массивных дверей, очутилась в сумрачной, местами поросшей бурьяном и кустами колючего дрока диванной, где продолжали отбивать, перемежая больше пением дряхлого механизма, напольные часы. Ну что, ну что это такое? Диванный поросший бурьян, кусты колючие представляется дом, и это только один маленький отрывок, их много про этот дом, и он представляется, ну, не знаю, целая вселенная, если хочешь. Есть, допустим, фраза, он ушел в те комнаты, в которых еще никто не бывал, то есть это просто... Или как пройти? Иди в южном направлении, да, вот эти вот... В доме не говорят, как пойти по коридору, а категория направлений, это потрясающе. Я не знаю, я давно уже не видел такого создания, вот такого внутреннего мира, который самодостаточен настолько, что по большому счету за территорией этого дома, и не важно, что происходит, все основное происходит внутри. Вот это и есть такой микропосум, не люблю такие красивые слова, вот прям реально такой вселенная семьи, и все происходит в ней. Вот этот огромный такой загадочный мир, который, кстати говоря, существует как-то до сих пор, я думаю, те радиослушатели, которые слушают сейчас нас, потом возьмут и прочитают книгу, приложение к фотоальбому, должны поехать в Новочеркасск и увидеть, наверное, эту глыбину, где некоторые комнаты еще человек даже не дошел. И у меня вопрос связанный с домом. А где твой дом? Где ты чувствуешь, что вот я и дома? Ты чувствуешь себя в Москве, что вот ты дома? Или только Новочеркасск, вот эти степи бесконечные, ковыльные? Что у тебя там внутри? Слушай, вообще, я думал, что когда-нибудь у меня пройдет песка по международным степям, она не проходит, хотя я уже почти 40 лет живу в Москве, и я думал, это как-то избыть, и вообще-то невозможно. И когда я приезжаю на дом, когда я вижу, да, полный круг горизонта, ничем не заканчивый, вот такой вот плоский, знаете, который на трехкитах стоит, на трехчинках, полный круг земной, видишь, в степи, да, это ощущение ни с чем не сравнимое, и вот этот дом во снах, во всяком случае, я всегда возвращаюсь в этот дом, в дом моего прадеда Гисаула Павла Мандрикина, это по бабушке, да, этот дом для меня, ну, стал как-то центром вселенной, да, и как-то я даже так говорил, что душа, она, если там, она выбирает место, вот, в тибетской книге, ну, ты считаешь, что человек может там как-то регулировать и выбрать место своего воплощения, но когда, когда моя душа, видно, пролетала, она, где-то, холмом, она очень остыла, на таком степном холме, большом беречку, и когда она пролетала, она увидела вот этот холм, пустит, я вот как-то сам вознился туда, поземлился, вот, и меня туда тянет бесконечно, и вот, как я уже сказал, это, конечно, и с детскими ощущениями связано, потому что, мало того, что, как я рассказал, что дом был разделен на три части, а потом по праздникам открывались вот эти вот двери, и он расширялся, происходило вот это расширение, и отсюда вот этот детский образ расширяющийся бесконечно дома, и все было там наполнено такими торговственниками, и часть из которых, вообще-то, они появлялись, исчезали, там еще низы были, Ковчег. Такой, да, вот, Ковчег, наверное, в детском восприятии, это, конечно, была такая вселенная, поображение, но, наверное, все раздвигало на бесконечности, причем этому способствовал ландшафт, потому что задняя часть дома, там была такая большая на столбах терраса, и с этой террасы открывался вид, вот, на Ксайское займище, на полный дом, то есть до самого горизонта. Снится этот вид тебе? Он не снится, я его закрываю, но, конечно, когда ты входил, вот это все соединилось с домом, вот степь и дом, и дом, и дом, и дом, и дом, и дом, все это соединилось в какой-то единый оттенок воображении какого-то ребенка, да, и я, вот, собственно говоря, на романе, я, поскорее всего, образ цельного дома, слипывался степь. Получилось, получилось, достаточно получилось. Потрясающее описание дома, к которому можно возвращаться, возвращаться. Давай вернемся все-таки к твоей книге, и я хочу прочитать еще один цель. Солнце, я на закате выглянул. Говорит, прадеда Грише жил горбатый дед Семен, ему было 300 лет, он ел уголь и живых ран, вместе с которыми того и жил так долго. Прадед Гриша когда-то давным-давно поймал его сетя в речке по Франции, там водились самые большие, на свете раки, а горбатый дед Семен был у них царем. Вот у тебя, смотри, люди и природа в книге, они единые. То есть человек приходит из природы, уходит в природу, он часть природы, люди у тебя появляются из озер, пчелы прилетают прощаться с пчеловодом, когда он умер. Он неделим, он един. Вот ты так видишь, или это такая художественная натяжка, гиберкорализация? Не, не, ну это, конечно, это связано вот с этим поливенно-русским расщищением, о котором я уже говорил. Оно такое очень экскрессивное, и оно заставляет немножко по-другому видеть мир. Ты действительно погружил в эту вот странную стихию, очень эмоционально, очень бурную, и человек, природа там действительно сливается, и очень многие образы. У меня даже, знаете, есть такой цикл небольшой миниатюры, написал, называется «Семен Дона». Оно, кстати, есть там, по-моему, в конце «Амафаналиана». И я там описал такие очень странные фигуры, таких пол-юродивых, обещанных, питающих на дому, и их очень там много. Серьезно? Да, 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 это вот в конце «Амафаналиана», как она называется, «Фигуры Дона». Как фигуры Речи. Да, конечно, это фигуры Дона. Я не знаю, почему, но я в детстве ездил, там, с отцом, с детьми, там, по степени, по куторам, по степени. Там встречались очень колоритные фигуры, просто невероятные. Вот в таком, как, громадном количестве. Но они у тебя перешли, часть из них, вот на странице этой книги. Да, конечно, конечно, они все там ожили, в общем-то. Ожили и остались в вечности. Ну, давай вернемся снова. Ну, Георгий, я бы прямо озвучил бы эту книгу, там, прочитал бы ее на Радио России от начала до конца. Настолько она меня впечатлила. Однажды Семен Горбатый так сильно замарился от жары, что ему стало невмоготу по суше. Он кувыркнулся в колодец вслед за ведром, одни только сапоги и мелькнули. Во двор он больше не возвращался, уплыв в баклонцы к своим ракам, а сундук взять позабыл. Мы-то обрадовались прабабкой Анисии, побежали в сарайчик смотреть сокровища. Сбили, наконец, замок сундука, подняли крышку, и сундук был до краев набит толстыми книгами. С плоть залитыми воском и перепачками углем. Скажи, пожалуйста, книга для тебя это сокровище? Вероятно, да, потому что, как-то так, началось, что, несмотря на то, что он в доме, в Казачьем доме не так много книг было. Была одна маленькая женщина, у которой было несколько десятков книг, и все. Но, тем не менее, то, что их было очень мало, они не представлялись как бы невероятная драгоценность. Ну, а вообще, конечно, ну как писать, ну не так, анисийский книг. И пуль я полностью разделяю ощущение Пушкина, который перед смертью окинул там свой порт. Прощайте, друзья. Да, это вообще самые верные, самые лучшие, самые надежные друзья. Согласен, согласен. Книга, конечно, это вещь совершенно сакральная. Ну, вот у нас остается не так много времени, но я хочу еще один отрывок зачитать. Из распахнутых дверей, из-за навешанных грязной марлей, валил под луханными кубами горячий тунь. Плоснясь на солнце, он пропитывал знойный воздух жирным запахом раскаленных сковородок и противника. В доме усатой ведьмы было полно чертей. Они жарились семечки, а ведьма их продавала. Сыпала в карманы, в пуражки, в домы, кому, куда. Вот интересно, все люди в своей книге, они в той или иной степени владеют какой-то магией. Вот нет просто человека, они все какой-нибудь магией, волшебством. Или какой-нибудь, как сейчас говорят, люди, воспитанные на голливудских сказках, имеют суперсилу, суперспособности. Вот скажи, пожалуйста, в чем твоя суперсила как писатель? Я думаю, что... Черт из-за тебя не пишет. Черт из-за тебя не пишет. Во-первых, мало кому известно, что есть такой феномен в казачьем мире, он называется казаки-характерники. Это, по сути дела, такие казаки-характерники. Чтобы понятно всем слушателям и читателям. Вот гогольский пацюр. Это типичный казак-характерник, который крутил. Да, Гоголь это не придумал. Это такой вот образ казака-кордуна, он существовал, он этот феномен описывал, он вообще как бы исследуется и так далее. Это полумифологический, полу реальный феномен и так далее. Поэтому там это присутствие, там это развито в этом мире. Видимо, люди, чтобы выжить в этой степи, должны были обладать какие-то способности. Я не знаю. Принесли с собой способности оттуда. Ну, моя магия очень проста, как я уже сказал. Она состоит в том, чтобы как-то вот осторожно и бережно, вот как археолог, верно, вытаскивать из паники вот эти детские образы какие-то и вот это мироощущение, почти полузабытое мироощущение, связанное с генетикой, с предками и так далее. Просто это все аккуратно вытаскивать на свет Божий и пропускать его через себя, через современную личность и для того, чтобы... Делиться с нами, делиться с нами, дорогие читатели. Читайте Атрашенко, читайте книгу «Привыжение к фотоальбому», о котором мы сегодня говорим. И последний традиционный вопрос, я перед ним обычно говорю одну и ту же фразу, она мне очень нравится. «Все хорошее, когда докончается». Наша встреча с Владиславом Атрашенко тоже постепенно подходит к концу. Но у меня есть еще право последнего вопроса, я его традиционно задаю. Скажи, пожалуйста, нужен совет. Совет нашим читателям и мне в том числе. Дай мне название трех книг, которые ты считаешь вот сейчас, хорошо было бы взять и почитать. Или может перечитать даже. Ну, я советую прочитать одну из любимых моих книг, она как раз связанная с его массией, «Гражданская война», «Эмиграция». Это совершенно волшебная книга Гайту Газданова, «Призрак Александра Вольфа». Я обожаю книгу Роберта Музина «Человек без свойств». Это книга-подвиг, потому что написанная австрийским писателем про кайзерско-королевскую Австрию, «Абстрийская империя», но это мощнейшая книга, на мой взгляд. И третья книга, которую я обожаю как раз за ее дурный язык, за ее дурную эмоциональность, «Взгляни на Бог свой ангел». Это вообще мою любимую книгу. Советую всем прочитать. Торреса Вольфа. Торреса Вольфа. Да, это не нравится. Дорогие друзья, еще раз у нас был сегодня в гостях Владислав Атрашенко, замечательный русский писатель, человек, который, видите, принес в нашу студию, и я надеюсь, в ваши дома немножко шары и магии Южного Дона, своей книгой приложения фотоальбома. Спасибо, Влад. И я традиционно анонсирую то, что в конце у нас прозвучит музыкальное произведение, а какое оно отношение имеет к этой книге, вы как раз прослушивши его и сами должны понять. Спасибо, Вашему студию. Спасибо. До следующих, как говорится, встреч. До свидания. До свидания. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Ну, вы, следите. Спасибо. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Здравия, здравия. Солнце высказывается за деревьями. Ещё немного, и зайдёт за примеры результата. Сумерки. А мне показывается финишер. Сложно показываешь. Сорок. Сорок девять километров. Говорит, что ехать пятьдесят минут. Ещё немного. Сорок. Сорок. Дев国 и арщак. Продолжение следует... 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 Два варианта. Первый вариант. Заночевать под Хабаровском. Второй вариант. Заночевать в Хабаровске. Там нужно еще искать какие места. Толговые центры. Заночевать под Хабаровск. Толгового центра. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...